Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова возвращаетесь, а может быть кто-то и не уходит. Особая благодарность всем тем, кто буквально вот недавно подписался. Надеюсь, вам здесь будет очень комфортно и хорошо. У нас здесь такая хорошая классная компания, думающих, мудрых, добрых людей. Поэтому я думаю, что вам здесь будет абсолютно комфортно. Ну, как минимум, вы здесь можете хорошо выспаться, судя по комментариям многих подписчиц. У меня сегодня прекрасное настроение, на улице невероятная погода. Вот это, знаете, мороз и солнце, даже слегка снега притрусило за ночь. Но то, что солнце, меня, конечно, очень радует. У меня вчера был небольшой стресс. Вы понимали, немного заработался и забыл. Самое главное, купить кошке еду. А вы понимаете, да, Рождество, что такое Рождество? Все выходные. Почему-то они решили, что собакам и кошкам не нужно есть. Так я себе подумал, но с другой стороны, я говорю, блин, Женя, ну как ты мог забыть потом, чтобы купить еду кошке? В общем, это было целое приключение. Еле-еле нашел, но пришлось мне побегать. Слава богу, потому что оставить эту голодную дамочку без еды, ну, нельзя никак. Кстати, у нас во дворе живет такой кот. Он очень такой крупный, знаете. Вот он мне напоминает кота из мультика про попугаю Кешу. Такого вальяжного, упитанного, которому хорошо здесь его кормят. Помните, да? Таити-таити, по-моему, так нас и здесь неплохо кормят. Тут примерно и так же и про этого котика, можно сказать. Он настолько уверенно себя чувствует, поскольку, знаете, если бы он жил где-то в семье, наверное, это прекрасно. Но так как он живет во дворе, у него столько внимания, его все любят. Он залюбленный, обласканный, у него все прекрасно. Но самое главное, у него есть постоянная такая вот бабулечка, которая все время ходит, его кормит. Он на ее голос быстро реагирует, прибегает. Но как он в последнее время делает? Я вот наблюдаю все время за этой сценой. Он так, знаете, нехотя вальяжно идет. Ну ладно, хорошо, так уж и быть, покорми меня. Вот можешь погладить, она его еще гладит. Там целый перформанс перед тем, как он поест. Она даже приходит к нему с этими тарелками. Она и насыпает ему, он ест, пьет. Потом она эти тарелки забирает и уходит. Кстати, он не хочет жить в семье. Его как-то пытались забрать квартиру, но он настолько привык быть свободным, что не хочет. Он такой, в этом смысле, диковатый. Но очень любит людей. Вот сейчас я бегал по магазинам, хоть что-то найти для кошки еду. Смотрю, он уже в каком-то магазине сидит. Ему там поставили стул, камин. Он сидит греется, все у него в порядке. В общем, котик, конечно, такой, знаете, прям царек, царек. Прям как Киркоров в шоу-бизнесе, так этот кот у нас во дворе. Такой весь важный. Но любимый, обожаемый. Его прям все обхаживают. Особенно все бабулечки из округи. Обязательно бегают, его зовут. Но он такой прям мух красивый. Не дает себя погладить, не дает. Рассказывайте, как у вас прошло Рождество? Его праздновали в этот день с семьей? Или ходили, возможно, калядовать? Или что вы делали? Может быть, гадали? Я не знаю, кто чем занимался. Я знаю, что на Рождество много, масса развлечений. Кто-то гадает, кто-то калядует. Обязательно все с семьей собираются. Ну, у меня семьи нет, поэтому моя семья – это моя кошка. Но я шучу, конечно. У меня были друзья. Я поехал к сестре в гости, там племянник. Я, кстати, ему... Чтобы вы понимали, племянник – это вообще... Значит, я купил машинку. Я не знаю, зашел в магазин накануне и купил машинку на пульте управления. Я не знаю, почему меня к ней потянуло. Но вот я ее взял и стою, говорю, а зачем она ему нужна? Ну, не знаю. Короче, взял я эту машину, подарил. А сестра говорит, слушай, а мы как раз хотели ему купить машину на пульте управления. Самое главное, чтобы он игрался. Она потом мне скинула видео, где он там бегает счастливый. Думаю, о, вот это вот самая большая радость. А до этого мишку подарил. Его, кстати, тоже зовут Михаил. Я ему подарил такого мишку небольшого. У него куча игрушек, правда. А сестра говорит, он все время спит с этим мишкой. Говорит, вот твои игрушки... Я всего два раза подарил ему игрушки, но он их как-то обозначил. Не знаю, что это значит. Может, я таким образом пытаюсь как-то сказать, что он меня чувствует по-особенному. Самое главное, вот знаете, когда ты смотришь на этих малышей, которые бегают счастливые, улыбаются, и все прекрасно. Подарком угадал, так что племянник счастливый. Ему скоро три года будет. Начинает бегать, как реактивный самолет, уже разговаривает. Так что, я думаю, впереди мою сестру ждут веселые, веселые деньки. Он у нее очень активный. Так что, с Рождества я провел в кругу своей сестры и нескольких друзей. Все было очень прилично и хорошо. А вы рассказываете, как у вас прошел этот день? Ну что ж, хватит уже болтать. Переходим к самим новостям. Но перед тем, как вы начинаете смотреть новости, обязательно нужно проделать небольшой ритуал. Те, кто не подписался до сих пор, давайте уже подпишемся. Потому что вам здесь нравится, я знаю, что вы приходите. Поэтому, друзья, подпишитесь. И вам хорошо, и мне прекрасно. Ну а все остальные поставили палец вверх, сердечко, лайк, кому как угодно. И все, начинаем смотреть. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Погнали. Гном Ямать Яна Рудковского 6 января отпраздновала день рождения Гном Гномыча. 9 лет исполнилось Саше. Если кто-то еще помнит, как его звать, у Гном Гномыча есть имя Александр Плющенко. А Яночка, так знаете, разошлась, прям поздравляла его со всех аккаунтов. Ну, с аккаунта самого Саши, со своего аккаунта и младшенького сынуля. Вы знаете, что мне в очередной раз бросилось в глаза? Что она писала в поздравлениях? С днем рождения Новый Щелкунчик, с днем рождения Санечка, Гном Гномыч. Мне вот, знаете, не хватало просто с днем рождения, любимый сын. Вот, мне кажется, вот это самое важное. Почему Санек, Гном Гномыч, Щелкунчик? Как она его только не называет. Мне кажется, что Яне нужно пройти марафон материнства, если такие вообще есть. Ну, серьезно, ну, это странно. Но в любом случае, давайте поздравим Гном Гномыча. 9 лет, молодец. И пожелаем ему оправдать ожидания своих родителей, которые явно хотят, чтобы он стал олимпийским чемпионом. Я ему искренне этого желаю. Но самое главное, чтобы у него все было хорошо с психикой. Помните, была такая передача «Окна»? Дмитрий Нагиев ее вел. Я всегда поражался, как этот трэш вообще можно смотреть. Но какое-то время он был популярный. Так вот, именно в этой передаче когда-то засветилась госпожа Бородина. Там она, правда, была Мартина Бородина, которая, кем она там представилась? Испанкой, итальянкой. В общем, неважно. Очень плохо она играла. Вы можете, собственно, посмотреть отрывочек, где Ксения Бородина себя пробует. В актерской сфере хочется прям сказать, господи, ну, не верю, я не верю. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Я проходить на вашу программу, потому что у меня проблема. Цело в том, что я искать идеальный русский мужчина. Я знать, что русский мужчина, идеальный русский мужчина живет в России. Ужасная передача. Я думаю, многие ее помнят, те, кто постарше моего возраста. Не понимал ее. Но что самое удивительное в этом всем, Дмитрий Нагиев, казалось бы, думающий, умный, харизматичный человек. Как он мог повестись на вот это вот все. Ну, это просто, я не знаю, каким словом это все описать. Ну, так что Мартина Бородина, давайте ее так и называть. Не Ксения она, а Мартина. Господи, этот акцент. Ох и актриса. Американский актер Николас Кейдж и его 27-летняя жена Рико Щебата ждут ребенка. Новость о беременности супруги подтвердили изданию People. Будучие родители в восторге. Это понятное дело, это будет первый совместный ребенок пары. Для Рико малыш станет первенцем, а для Кейджа третьим ребенком. У актера есть двое сыновей от предыдущих браков. Первому сыну 31 год и второму сыну 16 лет. Ну и теперь будет еще малышка. Может быть, это дочь будет, может быть, сын, не важно. Но это прекрасная новость. Николас Кейдж, 57 лет, станет третий раз отцом. Николас Кейдж и Рико тайно поженились в феврале 2021 года в казино в Лас-Вегасе. Актер оригинально сделал предложение своей возлюбленной по фейстайму. А кольцо с бриллиантом отправил по почте. Вот он такой 21 век. В любом случае, эта история замечательна, поскольку здесь будет рождение нового человечка. Тема Елены Блиновской не отпускает нас всю неделю. И вот Санта Димополос решила прокомментировать интервью Елены Блиновской и Ксении Собчак. Вот что она написала у себя на странице в фейсбуке. До сих пор под впечатлением. Но начну с того, что я проходила один марафон Елены Блиновской по желанию. Был ли он мне полезен? Условно. Для людей, которые не знакомы с первоисточниками, этот марафон точно пойдет на пользу. Первое задание – очистить пространство, выбросить минимум 60 вещей, ну и так далее. Ведь многие годами собирают хлам, слушайте, я без марафона это прекрасно знаю. Марафон хорошо проработан с точки зрения базовой психологии, информации, бла-бла-бла и так далее. Все там упрощено. Пройдя его, вы поймете, чего хотите, убирая навязанное и ненужное. Но для людей, которые начитаны умной, это начальная школа и давно пройденный этап. Тем самым Санта Димополос нам дает понять, что этот марафон для не очень умных людей. Все зависит от того, на какой ступени самопознания и познания жизни вы находитесь. Но нужно отдать должное Елене. Людям заходит, она зарабатывает огромные деньги. Что касается интервью, как говорят, не трогай миф руками. Я не поняла, зачем Елена согласилась на это. И еще более непонятно, почему, вкладывая столько сил и денег в личный бренд, она не вложила в умение коммуницировать и красиво общаться. Ее поведение, ответы, мимика, смех, слезы выдавали в ней женщину с нестабильной психикой и синдромом самозванца. Ведь даже нахер послать можно спокойно и уверенно, без негативных эмоций с юмором, адекватно защищая свои границы, выдерживая энергию собеседника. Я сейчас плюну тебе в рожу и так далее. В общем, она перечислила некоторые там фразы, которые были. Я понимаю, что к интервью Ксении Анатольевны невозможно быть готовым, ведь она взрослая, не будет играть во внутреннего ребенка, умная, властная, при этом цельная. Но уметь держать удар необходимо, тем более при такой известности. Потом посыпались странные оправдания про опоздавшую на 2 часа Собчак и так далее. Но если ты в потоке и в ресурсе, то будешь спокойно, попивая чашечку горного чая с прекрасным видом на Алтай, а не торопить события. Итог. Все хотят легкого пути, а его нет. Нет, анализируйте, копайтесь, познавайте, углубляйтесь. И да, предопребудет с вами сила. А сила в правде, в личности, в честности с собой прежде всего. Вот такой вот длинный комментарий. Я, конечно, половину там вырезал, потому что не хочу это все читать. Как вы поняли, наверное, только лениво не обсудил еще это интервью. Друзья, ну вот как хотите, уже там сколько? Больше 7 или 8 миллионов просмотров. Вот вам и пожалуйста. Вот он, феномен, чародейки Елены Блиновской. Все психологи Ютуба сделали разбор по этому поводу. Все звезды уже, даже такие как Санта Димополос, понимаете, восставшие из ада, которых уже никто не помнит, решили прокомментировать все. По сути, исходя из ее комментариев, как человека, который проходил марафон Блиновской, то есть это для не самых умных таких, знаете, людей, все придумано для того, чтобы они реально поверили в какую-то сказку. Но мы с вами прекрасно понимаем, что сказку мы в этой жизни делаем себе сами. И все то, что мы хотим получить от этой жизни, мы берем себя в свои руки и начинаем действовать. Ибо просто сидеть и загадывать желания так ничего не работает. От бездействия никогда ничего не происходит. Поэтому, друзья, в очередной раз мы убеждаемся, что все это пыль, воздух и не более того. И хочется, чтобы как можно больше людей услышали, поняли, осознали, что не стоит идти и тратить последние деньги в надежде, что какая-то там чародейка вам что-то как-то поменяет в жизни. Только вы сами чародей и волшебники своей жизни. Поэтому создавайте все то, чего вы хотите. Я знаю, что сказать легко. Мне в этой жизни доставалось все очень тяжело, потому как, знаете, быть честным человеком оказалось. Ну, честным путем зарабатывать что-то в этой жизни очень сложно, понимаете. Проще всего согласиться на какую-то сомнительную работу, с кем-то там спать, еще что-то делать. Это не мой путь, поэтому я прекрасно понимаю, как тяжело добиваться всего, когда ты один, у тебя нет поддержки, у тебя нет опоры, у тебя нет связей, у тебя нет денег. Но это все возможно, поверьте. Друзья, это все возможно, никакие блиновские для этого мне не нужны. И фильм «Секрет» я тоже не смотрел, но все я и так прекрасно понимал. Еще с самого юного, раннего детства я знал, что если я чего-то хочу, я должен работать, добиваться и зарабатывать. Ну, а вы комментируйте. Кстати, кто вообще помнит Санту Демополос, как вам она? Я помню, она такая достаточно была скандальная в группе «Виагра». Только вот я не понял, с кем у нее был роман. Точно не с Константином Меладзе, поскольку, я так понял, он больше любит блондинок. Ну, или рыжих таких, как Анна Седокова. По крайней мере, она красилась. Хотя, кто знает, кто знает, но Санта Демополос недолго задержалась в этой группе. Авраам Руссо находится в клинике США в ожидании операции. В середине нулевых, вы помните, да, что с ним произошло, на него было нападение. В общем, из-за этого теперь вот, собственно, старые раны дали о себе знать. Сейчас он готовится к операции, поскольку она необходима. Он сам об этом рассказал. Откладывал из-за того, что, вы сами знаете, буквально совсем недавно, вдруг неожиданно, он ворвался в российский шоу-бизнес снова. Активно начал принимать участие на всяких шоу и так далее. И поэтому ему некогда было. Но вот сейчас, наконец-то, отпуск. И он решил все-таки уделить время своему здоровью, что очень верно. Пожелаем Аврааму Руссо здоровья. И пусть операция пройдет успешно. Я так понимаю, у него огромное количество поклонников есть в России. Несмотря на то, что долгое время он отсутствовал. Пусть и дальше радует своих поклонников. Я не против. Ну и самое главное, чтобы он был здоров. Вдова Александра Градского после его кончины столкнулась с тем, с чем обычно сталкиваются все наследники. Как известно, по закону наследуется не только движимое и недвижимое имущество, но и долги. Композитор не успел погасить налоговую задолженность за 2021 год. Поэтому это пришлось делать его супруге Марине. Узнав о том, что покрыть налоговую задолженность может сумма в 523 тысячи рублей, вдова не стала ждать момента, когда она сможет распоряжаться наследством. И тут же это все решило сразу же погасить. При этом некоторые источники сообщают, что Марина пока не выплатила всю сумму. Но скорее всего такая картина складывается, так как погашение долга еще не отображается в официальных источниках. Но я думаю, все там в порядке. Вступить в права наследника актриса сможет лишь через полгода после кончины Александра Градского. Что касается состояния, Александр Борисович оставил квартиру на юго-западе Москвы, на улице Марии Ульяновой. Шикарные апартаменты на Мосфильмовской улице, обустраивать которые ему помогала программа «Идеальный ремонт». Принадлежит Градскому и целый этаж в доме на Тверской, где еще недавно располагался Елисеевский магазин. Но самой ценной недвижимостью композитора можно считать его загородный дом в Подмосковье. Всего лишь в 35 километрах от МКАДа. Это настоящий дворец с колоннами и просторными балконами, расположенный в закрытом элитном коттеджном поселке. Так что вдова Александра Градского точно бедствовать не будет. Александр Борисович позаботился о том, чтобы и она, и его дети жили в достатке. Настоящий мужчина, ну и конечно гениальный композитор. А Григорий Лепс и Слава певица вместе отмечают в Куршавеле Рождество. Я так понимаю, там и Коля Баскова, в общем много звезд. Я так понял, они как-то группируются, вместе отдыхают. Но судя по этому видео, вы можете понять, что у Григория Лепса все отлично, все нормально. Его привычное состояние, собственно, как и у Славы. В хламину бухущие, как всегда, рубаха нараспашку. И поем песни после выпитого, наверное, ведра алкоголя. Ну, в общем, звезды отдыхают, могут себе позволить. Главное, чтобы у них все было хорошо со здоровьем. Как говорится, пейте да в меру. Ну, кому я это говорю. BMW в рамках СС-2022 показала автомобиль, способный менять свой цвет по нажатию одной кнопки. Для демонстрации был использован полностью электрический автомобиль. Он меняет цвет с белого на серый. Собственно, вы можете увидеть. Но это прям, я вообще в шоке. То есть, его не придумать. Ну, прикольно, прикольно. Хотя я не вожу, у меня нет машины. Но это интересно. Полиция выследила итальянского мафиози с помощью Google Street View. Джоакино Гамино был в розыске 20 лет. С 1998 года он отбывал пожизненный срок. Но в 2002 году сбежал из тюрьмы во время съемок фильма в исправительном учреждении. Мужчину заметили на снимке рядом с магазином овощей, который он открыл после побега из тюрьмы. Да, иногда почитаешь новости, удивляешься. Был мафиози, теперь овощной магазин. Но его поймали. Канни Уэст встречается с актрисой Джулией Фокс. Ребята даже успели сняться для интервью магазин. Фокс рассказала, что они познакомились в канун Нового года, сразу почувствовали связь. А на втором свидании он подарил ей целый гостиничный номер полной одежды. Но зная Канни Уэста, я думаю, это очередная просто пиар-компания и не более того. Ольга Бузова спела вживую на ВК-фест и хочется сказать, Оль, а зачем ты это делал? Почему ты не пожалела уши всех слушателей или я не знаю, как нужно было это все выдерживать? Я не могу это включить, поскольку из меня могут заблокировать видео за авторские права. Друзья, поверьте, у меня просто кровь с ушей полилась. Но Ольга Бузова, несмотря ни на весь хейт вокруг, все равно уверена в том, что она круто поет. Вот это вот, понимаете, я не знаю, что это. То ли такая реально у нее самооценка, вера в себя, курс Блиновской, или это какая-то глупость. Я не знаю, как это все объяснить. Но ведь неужели она сама не может послушать себя со стороны, как ты поешь? Ну а теперь немного про нашу жар-птицу. Что-то темнит наш блудник. Не понял я вообще, что происходит. Я ожидал много интересных сторис, а наша жар-птица в Майами, напомню, отдыхает. И ничего не показывает. Что это такое вообще? Совсем там расслабился. Чем он там занимается? Вот это, собственно, все, что я нарыл пока что. Значит, стоит вот это вот трио-эхо под забором. Играет песня Селиндион. Весело, замечательно. Как говорится, жар-птица и верные подданные покемоны. Когда не можешь определиться, что выбрать, блондина или брюнета. Берем обоих. Главное, чтобы были бородатые и накачанные. Рецепт счастливой жизни от Азы Бедросовны. Надеюсь, что будет что-то повеселее. Это совсем какой-то тухляк или понесло его там по наклонной. Хотя о чем это я? По-моему, с этой наклонной он никогда и не сворачивал. Но как-то все очень скромно-скромно происходит. Что там он от нас скрывает? Новогодние каникулы и медовый месяц. Наверное, два сразу вместе события. Иван Янковский и Диана Пожарская решили отметить на Мальдивах. Красивая пара, отдыхают. Я уже устал лепить куклу в воду. Понимаете, мне уже скоро нужно волонтеров собирать. Потому что как только я вижу, кто-то опять отдыхает на Мальдивах. К Доминикане в Мексике или еще где-то. Там, где тепло и хорошо и солнечно. Я начинаю лепить куклу в воду. А у меня уже руки устали, друзья. Так что я ищу волонтеров, кто будет помогать мне лепить. И втыкать эти иголки. На самом деле я прикалываюсь. Надеюсь, вы это понимаете. Пусть отдыхают. Слушайте, ну а по поводу Бритни Спирс я уже начинаю реально волноваться. Я не могу показать те фотографии, которые она выкладывала в Инстаграм. Мне очень удивительно, что Инстаграм вообще такое пропускает. Поскольку она там просто голая стала. Ну и прикрыла, собственно, грудь рукой. А все остальное прикрыла просто смайликом в виде сердечка. Я не знаю, что с ней происходит. Я хочу все-таки верить в лучшее. Но то, что я вижу, меня пугает. Хотя, учитывая то, что я увидел в документальном фильме про Бритни Спирс, который вот недавно был, кстати, на Нетфликсе, кто смотрел. Я не удивлюсь, правда. То, что с ней происходило все эти годы. Я не знаю, мог ли кто-то вообще после этого всего остаться с нормальной, адекватной, свежей головой. Мне кажется, там бы у всех кукушка слетела. Поэтому, собственно, то, что делает Бритни Спирс, вполне очевидно. Главное, чтобы нам потом не пришлось ее спасать от самой себя. Ну а пока все звездульки отдыхают на морях, океанах или катаются на лыжах. Ну а кто-то просто бухает в Куршевелле, как Лепс, певицей Слава. Лишь только она, трудяга, уже вовсю работает. И это я говорю про нашу Аннушку Лорак. Уже дала свой первый концерт в Турции, город Белик. И отель Риксос, тот самый, в котором отдыхает со своей семьей Серега Лазарев. Так что повезло постояльцам насладиться концертом Дивы. Не щадить себя Анне Лорак, видите. Работает больше всех, трудяга, вот такие вот украинские певицы. Серега поддержал, как всегда, Каролину. Они очень дружны, я думаю, все это знают, это не новость. Ну и кто бы вы думали, еще там отдыхает? Алена, блин, с кем-то там тусит. Все надеется выпросить интервью у Лазарева или у Ани Лорак. Я думаю, после того интервью у Ани Лорак вряд ли она уже согласится на какие-то комментарии. Ей лучше, вот знаете, петь, давать концерты и больше ничего не комментировать. Так ей будет лучше. А то он сама себе наговорит еще что-нибудь. А вот Сергей Лазарев, я помню, категорично высказался насчет Алены Блин. И сказал, что я никогда к ней не пойду. Причем, когда он это говорил в интервью Лауру Джигели, я помню, он прям, видно, как прям такое отвращение было по отношению к Аленке Блин. Но эта дамочка не сдается. И все надеется, что подлижет как нужно Сережке. В надежде, что он все-таки даст ей интервью. Как думаете, согласится Серега Лазарев дать интервью или нет? Думаю, вряд ли. Папа Римский тут обозвал эгоистами всех людей, кто вместо детей заводит животных. Но это странно очень. Знаете, когда такие новости читаешь, а что значит вместо детей животных? Причем тут одно к другому. Откуда вообще у него информация, по какой причине люди заводят животных? Во-первых, многие заводят животных еще до того, как создается семья. Кто-то заводит животных уже во время семьи. И вообще, что плохого в том, что человек завел животное? У нас столько бездомных, в приютах кошек, собак. Неужели это плохо? Причем тут эгоизм вообще? Мне вообще наоборот казалось, что люди-эгоисты, они как раз не готовы оказывать какую-то помощь, заботу даже к животным. Не то, что уже про детей. Причем тут вообще детей? Если у человека нет детей, то, наверное, есть тоже ряд каких-то своих причин. Есть самые банальные, просто люди не хотят, это их право. Кто-то не может. Мы не знаем никогда этого. Франциск, вам заняться там нечем вообще? Дана Борисова тут поделилась своим откровением. Говорит, что все арабы в Египте, собственно, где она сейчас отдыхает со своей мамой и дочерью, никак не уделяют внимания ей, а переключились на ее доченьку. И она так это все рассказывает, как будто, знаете, это в порядке вещей. Напомню, дочери 14 лет, она говорит, очень странно, что они просят ее электронную почту и не просят телефон. Дан, тебя это сейчас должно волновать? Я бы на твоем месте вообще бы следил бы за своей доченькой, а лучше бы вообще оттуда увозил. Ничего личного, но лучше не надо. А Дана переживает, почему они не просят телефон. Я думаю, ее вообще больше волнует, почему на нее не обращают внимания. Ведь она или по саксу сделала, уже и пить бросила, а внимание, все достается дочери. Адель, моя любимая Дель, что-то нам опять готовят. Я не знаю, что это будет, но уверен, это мне очень понравится. Не знаю, как вы к ней относитесь, но я всегда с удовольствием жду. В общем, 12 января уже вышел какой-то небольшой такой тизер. Будет, наверное, я так понимаю, какой-то новый клип или песня, может быть два в одном. В любом случае, 12 января мы с вами все узнаем, что нам приготовила любимица миллионов Адель и особенно моя. Помните глюкозу, да, историю о том, как она переживает по поводу того, что ее дочери и вообще школьникам негде покурить. Так вот, глюкозу все эти подростки называют мамой года из-за того, что она разрешает своей 14-летней доченьке пить алкоголь, курить и возвращаться домой во сколько-то захочет. Ну и судя по комментариям под их совместными тиктоками, многие подростки восхищаются такими взаимоотношениями и доверием между матерью и дочерью. В общем, у глюкозы все получилось. Она потихоньку начинает завоевывать сердца наивных подростков, которые просто ей аплодируют стоизм за то, что мама золотая, разрешает все. Рэпер Фейс покинул Россию, об этом сообщила его тетя. Ранее Фейс уже рассказывал о том, что его концерты отменяют из-за давления власти. Я не знаю, насколько это правда, но судя по тому, что он уехал, как говорится, нет дыма без огня. Вот такая вот новость, но будем смотреть. И напомню, что Моргенштерн не вернулся. Кстати, еще насчет Тиля Линдемана, Моргенштерна. Вы знаете, что недавно Тиля Линдеман был с концертами в Дубае, отпраздновал там свой день рождения. Там же был и Моргенштерн, и оказывается, там еще была Ида Галич. И вот здесь я вообще удивился, поскольку совсем недавно Ида Галич писал о том, что она в новогоднюю ночь одна остается, потому что она очень сильно болеет, ей там настолько плохо, что она чуть ли уже не уходит в мир иной. И тут же она уже тусуется в Дубае на день рождения Тиля. И хочется спросить, Ида, как так получается? Пару дней назад ты умирала, а уже тусишь в Дубае. Вот и верь после этого людям. Посмотрите на господина Шелягова. Судя по его лицу, уже понятно, что Виктория так его задолбала. Для тех, кто не знает, вот это вот Виктория Шелягова, ее супруг, это главные гробовщики страны. И мне, судя по всему, мне кажется, что госпожа Шелягова скоро отправят в гроб самого мужа, потому что он как-то выглядит очень уставшим, потрепанным и замученным. Зато она вся такая живенькая, активная, звезда всех тусовок светских, не пропускает ничего. По факту никаких заслуг нет, просто куча бабла. Еще одна такая, знаете, Елена Блиновская, у которой была мечта сняться в кино, чтобы о ней говорили. И вот тоже сумасшедшая из того же разряда. А вот смотришь на ее мужа и понимаешь, ой-ой-ой, как с ним все плохо. Ну и еще пару слов про Елену Блиновскую. Оказывается, эта госпожа умеет воплощать все свои желания. Она, оказывается, была в 2016 году в Миссис Россия Интернешнл. Как вам? Пожалуйста, посмотрите немного видео. Она в 2016 году уже побывала в Миссис Россия Интернешнл. Ну, как говорится, за деньги можно купить все и придумать себе номинацию, и в кино отсняться. Все свои мечты Елена Блиновская с помощью карты желаний, той самой карты желаний, которую показала Ксения Собчак. Называется она банковская карта, и главное, чтобы на ней было много денег. Вот так можно с помощью этой карты осуществить все свои желания и победить все свои комплексы. В общем, как вы поняли, Елена Блиновская все еще доказывает всему миру свою важность, насколько она крутая, что даже умудрилась выиграть Миссис Россия Интернешнл. Анекдот, честно, анекдот. А за ссория, вновь уже было завоевать его зрителей, потому что у него была такая паритка. Я даже чувствовала, что я оступила себя в саду. Ну и завершу я сегодняшний выпуск новостей из мира шоу-бизнеса. Заголовком, как всегда, от Экспресс-газеты. Зачитываю. Мария Шукшина впервые рассказала об отношениях со ставшей мужчиной дочерью. Это просто нечто. Экспресс-газета, вы лучшие. На этом новости из мира шоу-бизнеса закончились. Мы с вами врываемся в рубрику хороших, добрых новостей. Погнали. Самка-ленивца из Майами отпраздновала 26-летие. Сотрудники зоопарка подготовили для Киши особый подарок. Тортик из экологических материалов, в котором спрятали разные ягоды и йогурт. Ну и судя по фото, именинница была очень даже довольна. И пригласила очень много гостей. Пара спасла от гибели 11 новорожденных щенят. Мешок с малышами, влюбленные из лотоуса, обнаружили в мусорном контейнере на промзоне. Неравнодушные люди приютились сироток и оказали им первую помощь. Теперь пара ищет новых ответственных хозяев, которые смогут ухаживать за щенками. Еще малышам необходимо регулярно массировать животики. Это заменяет щенкам ласки матери. Спасибо этим людям за то, что они спасли этих щенят. Этому малышу всего несколько дней. Детеныш исчезающего вида, американского ламантина, родился в нидерландском зоопарке. У самки ламантина это уже второй ребенок, так что она вполне справляется со своими обязанностями. Кормит его молоком и учит плавать. Ну а папа не особо проявляет инициативу в воспитании и просто иногда играет со своим маленьким сыночком. Но вообще, конечно, такие интересные животные. Подводный мир отдельная глава в нашей планете. Друзья провели праздники, спасая лоси и во льдах. Американцы отказались от рождественского ужина в кругу семьи, чтобы помочь животным. Канун праздника стадо пересекало реку по льду. К сожалению, не всем удалось добраться до берега. Несколько лосей провалилось в воду и начали тонуть. Их заметила проезжавшая мимо женщина. Она позвонила спасателям, но те отказались приехать. Тогда американка собрала всех своих друзей и вместе они вытащили из воды и отогрели лоси. Очень странно, что спасатели не приехали. Я понимаю, конечно, что Рождество, но спасать людей нужно всегда. Но слава богу, нашлись вот такие хорошие люди, которые пожертвовали своим праздником ради спасения животных. Все любят лам и чем больше их, тем лучше. В Одесском зоопарке одна красавица стала молодой мамой. У нее родилась эта малышка. Детеныш уже с удовольствием играет со своими сородочами, но чаще ходит хвостиком за мамкой, что в принципе нормально. Все мы ходили за мамкой, кто-то и до сих пор ходит за ней. Полицейские спасли собаку из ливневой канализации. Дело было в Техасе. Прохожие заметили животное, которое застряло в бетонном отверстии. Под внимательным наблюдением прохожих и пары котят, команда из четырех офицеров подняла тяжелую крышку дренажной системы. Потом полицейские забрались в канализацию. Обвязали собаку веревкой, чтобы ее можно было спокойно извлечь и доставить в ветеринарную клинику. Операция прошла успешно. Собачка сейчас находится в приюте под присмотром профессионалов, хороших добрых людей и ей подыскивают новых любящих хозяев. Дальнобойщик поделился едой с автомобилистами, которые застряли в пробке. Магистраль в Америке оказалась парализована. Все из-за гололеда на дорогах. Водители машин застряли в своих авто на несколько дней. Но узникам обстоятельств повезло, ведь в пробке вместе с ними застрял дальнобойщик с огромным запасом еды. Мужчина направлялся с товарами в Джорджи, но до конечной точки, как вы поняли, он уже не доедет. Добродушный мужчина раздавал горячую еду всем водителям неподалеку от него. Кот воссоединился со своей семьей после того, как его по ошибке передали в секонд-хенд. Американцы решили избавиться от старого кресла и передали его в комиссионный магазин. Вот только супруги даже не подозревали, что их любимый питомец спрятался в кресле и уехал вместе с ними в антикварную лавку. Спустя время к хозяеву хватились кота, но долго его искать не пришлось. Сотрудники магазина уже передали найденыша за защитником. А те вычислили адрес дома, в котором жила супружеская пара. Путешественника вернули в заботливые руки хозяев. Сейчас с ним все хорошо, он уже дома. Но зато вот такие вот приключения у него случились. Рыжий кот. Вот все эти рыжие коты все время куда-то лезут. Автодилер подарил машину школьнику, у которого выкупили авто и забрали деньги. Дело в том, что 16-летний парень усердно работал и скопил 10 тысяч долларов за год. На эти деньги парень решил приобрести подержанный автомобиль продавца автосалона. Но на самом деле машина не принадлежала мужчине, поэтому позже ее изъяли у подростка. Так мальчик лишился и наличной суммы, и новенького авто. Он управляющий дилерского центра, узнал о ситуации и решил подарить парню абсолютно новую машину. Итог, все счастливы и обошлись без значительных потерь. Спасибо этому человеку, который решил таким образом поддержать парня. Вот это вот прям новогоднее чудо. Так что, друзья, давайте верить в чудеса. Они все-таки иногда происходят. И я сейчас не про Блиновскую, там точно ничего чудесного нет. Все в наших руках, но все равно верить в сказку иногда нужно. Я всем желаю хорошего настроения. Чтобы вас всегда окружали только хорошие люди, которые вас будут наполнять самыми положительными эмоциями. И чтобы вам всегда жизнь была в кайф, в радость. Кайфуйте, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Высыпайтесь, улыбайтесь, делайте все, что вам приносит удовольствие. И, конечно, не забывайте приходить ко мне в гости на этот канал, где я вас всегда с нетерпением буду ждать. Поэтому встретимся мы уже с вами завтра. До скорых встреч. Пока-пока.